Конкурс «Весенний наигрыш» проводится раз в два года. В нем принимают участие юные музыканты из 30 городов региона. Оценивает конкурс компетентные жюри консерватории имени Глинки и преподаватели музыкальных колледжей Нижегородской области. В этом году на конкурсе в Нижнем Новгороде выступили 8 воспитанников детской школы искусств и привезли домой сразу 6 наград. Были исполнители только на баяне аккордеоне, но разделялись по возрастным категориям. Их было 5. От 7 лет детишки до учащихся первых курсов музыкальных училищ. Наши дети участвовали в 4 категориях. От младшей до старшей. Во всех. Кроме училищных. На конкурсе «Весенний наигрыш» Илья Заузолков исполнил две композиции, как «Под горкой, под горой» и «Старый романс». В своей возрастной категории мальчик стал лауреатом второй степени. До первого места Илье не хватило всего полбала. Я думаю, что второе место из-за того, что я немножко не очень выразительно сыграл. Моя учительница мне говорила сыграть в этом месте по-другому. Но у меня было волнение, и я сыграл не так, как она говорила. Победителем конкурса «Весенний наигрыш» стал Николай Сезонов. Молодой человек признается, что на конкурс он ехал только за победой. На суджюри Николай представил сразу три сложных произведения композиторов Баха, Семенова и Дербенко, за что получил главный приз конкурса. Ошибки, разумеется, были. Я думаю, все-таки будут у каждого из-за волнения. Ну, много причин есть. А так, в принципе, я считаю, сыграл нормально. Честно говоря, я даже не ожидал. Поэтому как-то находился в шоке слегка, когда узнал об этом. Сегодня Николай готовится к сольному концерту, который пройдет 16 мая в Доме ученых. А летом молодой человек отправится на Всероссийский конкурс в Москву. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.